Надо видеть. Видели ваши замечательные, просто ярчайшие результаты. Обязательно попрошу фото до. Фото после сейчас сделаем. Вот так вот. Расскажите, пожалуйста, пару слов о достигнутых результатах. За какой срок и какими методами, какими силами это было все достигнуто? Ну, все, в принципе, это прошло в результате трехмесячной работы. То есть весил я 110 к тому моменту, но это чуть-чуть начало напрягать, потому что тело шло уже как-то весне, надо было приводить себя в порядок, хотя мне большой размер нужен был для штанги. Потом я как бы понял, что реализовал свои желания, и как бы стал этот вес не сильно необходим, ну и повысить активность тоже хотелось, потому что большой вес – ну и сильно приятная вещь. Поэтому за три месяца я 30 килограмм убрал, 30 сантиметров талии. Ну, я не использовал никаких очисток, там всего того, что тут позволяет очень быстро. Я использовал именно нормализацию еды, ее коррекцию до нормальных составляющих. Это привело к тому, что когда все это стало не место, то программистик восстанавливал очисток. Начал все упорядочек самому. Поэтому система, которая здесь есть, она позволяет очень быстро образовать свой внешний вид. То есть тут самый главный момент еще в чем? То есть понимание, что вы делаете и чем вы делаете для того, чтобы получить результат. Потому что если кто был спортсмен, он знает, что на пике своей, так сказать, мощности нулевой буквально иммунитет. Поэтому если вы не используете какие-то составляющие, которые позволяют его поддержать, вы не пойдете дальше. Потому что это невозможно на вот как раз пике такой интенсивности, допустим, тех же самых тренировок. Поэтому в любом случае используется молозиво, используется чеснок, используется жид, печень и акулы. То есть это как поднимающий иммунитет программ. То есть он не обязательно весь процесс пока это купить, а вот когда уже чувствует, что выходишь на этот момент, она обязательно для применения там утром-вечером. Дальше идет второй вопрос питания. То есть обязательно, что есть до тренировки, что есть после, потому что в исполнении белково-оглеводного окна позволяет вам или восстановиться, или же наоборот себя загнать в реотренированность, чтобы в конце концов плюнуть и бросить все дела, потому что просто не хотеть будете это делать. То есть ферменты без них никуда. Во-вторых, нагрузка на печень за счет большого количества белка, она как-то нейтрализовывает. То есть это позволяет сделать глицетин и фандыхорс. То есть он очень быстро это убирает. Полностью использовать безуглеводную диету, на мой взгляд, это большая глупость, потому что психологическая нагрузка не стоит того. Потому что, ну, когда это давно было, я использовал, то мы два раза чуть женой не рулились. Потому что вытерпеть на сушке на безуглеводных мужчин, это невозможно. Реально. А здесь получилось, что я использовал чередование, то есть один, второй, третий день по кругу. Это привело к тому, что я не напрягался, ну, и, соответственно, моя семья не летала и находила по стенке. Поэтому здесь вот такие основные моменты. И самый главный ошибок в процессе тренировок. Многие думают, что если делать что-то очень много раз, то это будет гудеть. Нет. Вопрос. Это простые базовые упражнения, но с весом, который вы делаете там 15 раз, на последний раз. То есть это делается чуть-чуть отлично от работы на массу. То есть чем отличается между на массу и похудеть? Это промежуток между подходами. Там две минуты для похудения 30 секунд. А упражнения и веса почти одинаковые. Ну, это самая большая ошибка, которую делают многие. Уменьшая вес и начинает р-р-р-р. Что именно из спортивного питания, из спортивных продуктов линейки Коралл Клаб вы для себя в своей программе взяли для себя и рекомендуете сейчас людям? Вот вопрос в чем. Допустим, первый момент. Если человеку за 30, его обмен веществ будет замедляться. Поэтому многие для поднятия тестостерона используют тестостероны или анаболики, или еще что-то для того, чтобы расти. Вопрос в том, что это можно сделать нашим продуктом после 30. Если его принимать, он очень сильно увеличивает скорость обмена веществ. Что в принципе, поскольку я имею возможность сравнить почти все финансы, которые есть на рынке, то он довольно-таки равнозначен. По аминокислотам, которые полноценные, однозначно аналогов противити вы не найдете на рынке, хотя есть и дешевле, и оптиматришны, и все остальное. Это не то. Процент усваиваемости докождения клетки по работе тут близко не стоит. Такой процент усваиваемости именно анаболической активности этих пилков совершенно противоположный. Если там 3, 5, 10 процентов, то тут от 99. Поэтому даже те люди, у которых почки нет, но занимаются физической активностью, противити могут использовать совершенно спокойно, а всем остальным белки запрещены. Микрегидрин играет свою роль, но опять же нужно понимать, если вы утром возбуждаетесь, а вечером вы успокаиваетесь, то есть кому что нужно. То есть это также надо опять регулировать. Дальше. Коктейль. Коктейль чистый генер, в принципе, то есть он использоваться должен опять же так же для чего? Это в исполнении белтол-углевод ватны. То есть после тренировки в течение 40 минут вы обязаны это проесть. Конечно, не хватает такого продукта, как бы ЦА. То есть это 3 аминокислоты, которые ответственны за катаболизм во время тренировки. То есть они не позволяют мышцам разрушаться, и поэтому рост идет быстрее. И сохранение мышц быстрее, что при похудении очень многие сжигают мышечную массу вместе с жиром, что не сильно хорошо. Его можно, в принципе, в процессе тренировки заменять на коктейль минус 30. Он будет как предтреник, и заодно давать больше пампинга и все остальные составляющие. А что у нас еще из продуктов таких, которые на спортивную составляющую? Ну, во-первых, фантетокс, хоть он и не спортивный, но за счет количества белка все равно нагрузка на печень огромная. Однозначно. Поэтому он должен присутствовать как отчинаж, это без него даже говорить об этом нечем. Потому что многие именно используют, как сказать, а, еще омега-3. То есть если кто там про эссенциалии говорит, еще про что-то это совершенно не то. То есть здесь вопрос лецитина и вопрос большого комичества омега-3, для того, чтобы вот мне там с моими большими весами, то есть просто-напросто коленки там и локти развалятся, если у них будет большое употребление обе-3. В связи с тем, что у нас очищенная, в связи с тем, что большой процент, это позволяет делать это более, как сказать, эффективно меньшими количествами. Поэтому сравниваем вот тот продукт, который на рынке, в принципе, у нас, конечно, дополненной линейки еще козина не хватает, но я использую продукты «Коралловый губ», потому что это мне не просто по деньгам выгоднее, а по эффективности. И самое, что интересно, все эти продукты создаются для пользы здоровья. Поэтому ты занимаешься своим здоровьем, все остальное восстанавливается. А многие специфические спортивные добавки имеют дополнение, которое позволяет увеличить внешний вид, но вредят здоровью. И увеличивают нам клиентскую базу тем самым. Ну да, потому что все спортсмены, в принципе, больные. Все, спасибо вам огромное.